Универсальный зал Также я привлекаю студентов и рабочую молодежь для того, чтобы моя команда учеников уже играла на более высоком уровне. Также после восьми здесь еще будут проходить занятия среди взрослого населения. Взрослого населения, так как у нас сейчас идет спартакиада среди рабочих, то все организации у нас занимаются сейчас волейболом и футболом. ФОК обошелся в почти 390 миллионов рублей. Кроме просторного универсального спортзала, в двухэтажном здании разместился гимнастический класс, где можно проводить групповые тренировки или растяжку. И тренажерный зал. Здесь юноши будут тренироваться в пауэрлифтинге, а все желающие в вечернее время смогут заниматься фитнесом. Таких современных тренажеров в селе не было, когда учился Иван Истомин. Он кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Вспоминает, что даже отсутствие полноценного зала не стало препятствием в спорте. А сейчас мотивации должно быть еще больше. У нас есть объединческая лыжная база. И там старенькое-старенькое здание. Уже и тренажеры все такие. В последние годы стали завозить какое-то новое, но это все равно не то. Ну то есть занимались тем, что было. Сейчас кто учится в объединческой школе, повезло. Можно прогрессировать и достигать высоких результатов. Глава республики внимательно осмотрел новые условия и отметил, что развитие спорта сейчас уже выходит на второе место после здравоохранения. Есть и другая сфера, о которой в регионе не забывают. Регионы, это трудника! Культура, искусство и творчество. В Пашге Сыктывдинского района концертом отметили завершение строительства социокультурного центра. Десять лет назад здание начали строить, а потом заморозили. Только в 22-м дело сдвинулось с места. И практически за год все ремонтные работы были закончены. Все это время окружки и секции в селе располагались в образовательной школе и старой церкви. Это было здание, старое церковное здание. Конечно, нам и там было уютно. Но когда было принято решение о строительстве, мы очень долго ждали и наконец-то дождались. Здесь прекрасный зрительный зал, прекрасное помещение для работы школы искусств. На втором этаже поместилось несколько классов школы искусств. Здесь и кабинет с альфеджио, и художественная студия, и танцевальный зал, который местные артисты уже оценили. Репетиции будут проходить в этом зале хореографическом. Также, надеемся, будет возможность репетировать на сцене. В принципе, очень нравится нам здесь. В новом Доме культуры у нас и освещение ярче, и занавески краше, и сцена больше. И зал очень комфортный, очень сиденья мягкие. Зрителей будет много, и мы надеемся на аншлаг. Так ведь, девушки? Да? 178 миллионов было затрачено на ремонт и оснащение культурного центра. Финансирование шло из трех бюджетов – федерального, республиканского и местного. Как отметил Владимир Уйба, такие объекты строить и развивать нужно, ведь потребность в них есть. Только в этом центре занимается уже сегодня более 150 детей, при том, что у нас в Пашге чуть-чуть до 2000 недотягиваемых населения. Из этого исходит из того, что мы и больше, и дальше должны наращивать, потому что, конечно, возможности социокультурного центра сегодня значительно больше, чем те студии, те небольшие кружки, которые могли себе позволить раньше наши с вами дети. А еще в центре расположилась библиотека с фондом более 6000 экземпляров. Книжное наследие разместилось в двух залах. Один из них посвящен детской литературе. Екатерина Родина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».